Голосование началось с 8 часов утра. В городе работали 15 избирательных участков. Одним из первых свой голос отдал глава Денис Семенов. Он пришел на избирательный участок в Дом культуры и отметил высокую явку избирателей. В разговоре с нами он вспомнил свои первые выборы и важность голосования сейчас. Первые выборы мне было не 18, а уже где-то 22-23 года. И тогда я тоже голосовал за президента. Сегодня я понимаю, что это важно и необходимо. Мы выбираем наше будущее, будущее наших детей, будущее нашей великой большой державы Россия, в которой мы будем также дальше жить и доверяем свою жизнь будущему президенту. Будущее России безопасным, созданы комфортные условия для проживания. И самое главное, чтобы люди любили и ценили друг друга. Это будущее России. Вся сила нашей России – это в людях. Впервые в качестве наблюдателей за общим ходом выборов следили представители общественной палаты. Это важно, потому что представители кандидатов все же выполняют задания, а общественники – лица абсолютно не заинтересованные. Общественная палата занимается мониторингом, наблюдаем, смотрим, чтобы все было по-честному, все было хорошо. – Скажите, пожалуйста, в целом, как явка, как настроение у жителей? – Явка большая, даже в утренние часы было достаточно много народу, несмотря на то, что выходной, воскресенье, все равно людей было много. Конечно, после 12 много было людей. Ездили на выезды, много выездов было, то есть люди заранее обращались, специально просили, чтобы к ним приехали люди, которые не смогут сами дойти. Мы приезжали и голосовали, много людей. Члены общественной палаты присутствовали на всех 15 участках города. И в течение дня они не только следили за порядком на выборах, но и выкладывали отчеты в социальные сети. – Наблюдатели на все участки прибыли к 7 часам, проверили, как делают все ящики, пломбируют. – Сразу же с 8 утра на данном участке образовалась очередь. Соответственно, это было приятно, потому что люди проявляют свою гражданскую инициативу. Мы все фиксируем, нарушений у нас нет, настроение праздничное. Наши блогеры, они раздают подарки жителям. Очень активны пенсионеры, очень активны мамы с детьми, которые с удовольствием фотографируются в рамке. Мы делаем отчеты на страницах ВК обязательно. Посылаем как от общественной палаты, сводные в общественную палату Московской области. Кроме этого, порядок и безопасность граждан в местах голосования обеспечивали сотрудники полиции, работники частных охранных организаций, представители народных дружин. Сегодня мы несем наш казачий патруль по распоряжению главы города. Пять казаков из состава Электрогорского хуторского казачьего общества во имя Архангела Михаила с 8 утра до 8 вечера несут, ну, скажем так, выполняют свой служебный долг. Вы знаете, не хочется сглазить, но везде на всех 15 участках хорошая, праздничная, деловая обстановка. И слава Богу! Праздничное настроение избирателям дарили творческие коллективы города. На избирательном участке в городском лицее артисты фольклорного ансамбля «Рябинушка» под руководством Ирины и Романа Калягинах исполнили песни о России, плясали народные танцы. На площадке у Дома культуры выступил хореографический коллектив «Дэнс-шоу» Ольги Есиной. А у молодежного центра зрители услышали композиции в исполнении ансамбля «Родная песня» и прекрасные стихи поэтов «Газбужья». Также на участках были организованы буфеты с чаем и выпечкой, а каждому избирателю дарили приятные сувениры – брелоки, магниты и значки с символикой выборов. Избиратели шли очень активно, многие шли на выборы семьями. При этом все отмечали абсолютно радостную атмосферу, которая царила на участках. Выборы действительно стали праздником. Мы пришли с хорошим настроением, погода сегодня благоприятная, солнышко светит. Муж специально взял открепительное удостоверение в Москве, чтобы здесь проголосовать. И мы всей семьей пришли отдать свой голос за будущего президента, мы надеемся. Ждем дальнейшего развития, постепенного улучшения жизненных наших обстоятельств, какого-то решения тягучих, наболевших вопросов. Ну и прежде всего развития, наверное. Как вообще патриот страны, патриот нашего города, я обязан был выполнить свой гражданский долг, прийти на выборы. Я считаю, что каждый из граждан нашей великой страны должен выполнить свой долг и проголосовать за своего кандидата. Скажите, пожалуйста, с каким настроением пришли сегодня? С замечательным настроением, потому что сегодня очень важный день для нашей страны. Все-таки мы сами отвечаем за свое будущее ради наших детей, чтобы все было хорошо. Как считаете, ваш голос важен? Конечно. Я думаю, что голос каждого гражданина России очень важен в этом вопросе. Дело в том, что сыну я объясняю, что президент, вообще наша страна, это все очень важно. И вот мы очень сами ждали, и он тоже ждал выбор. Хотел пойти со мной, посмотреть, как все это устроено, чтобы в дальнейшем тоже отдать свой голос будущему кандидату. По отзывам видно, что и для избирателей выборы очень важны. Все ждут от лидера страны повышение уровня жизни и всем понятных ценностей, благополучия детей, здоровья, повышение благосостояния. Ну как, мы голосуем за президента, и я думаю, что каждому человеку важно, кто у нас будет стоять во главе, как мы будем жить дальше, как будут жить наши дети дальше. Каким вы видите будущее страны и лидера настоящего? Ну я думаю, что прежде всего этот лидер должен делать для граждан, то есть для своей страны. Ну я думаю, что будем жить лучше. И сейчас неплохо, но будем жить лучше. Ну с хорошим настроением, чтобы город процветал, он как процветает. А я раньше такого не было. Вот видишь, мне цвет укол дома сделали. Так, чтобы все было нормально, чтобы пенсия побольше была, пенсия маленькая. Чтобы квартиру убавили, все там поменьше. Настроение хорошее, погода хорошая. Пришли вот женой, она правда стесняется, стоит рядом. Ну, сделали выбор сегодня, всем надо приходить на выборы, сделать свой выбор. Принимать активное участие в выборах главы государства. Поэтому всех приглашаю на выборы. Приходите, голосуйте, погуляйте, общайтесь. Очень хорошая атмосфера, все знакомы, все здороваются, улыбаются. Ну, праздничный день сегодня, великолепный день. Я поздравляю всех, которые сделали свой выбор. Насколько ваш голос важен, вы считаете? Ну, важен, конечно. Потому что я живу, я пенсионерка, пенсию получаю. Из дома старого переехала в новой реанновации. Так что мой голос важен. С каким видите будущее страны? Будущее нормальным. Должно быть нормальным. Большую помощь в проведении выборов оказывали юные волонтеры, которые помогали людям. В случае необходимости оказывали помощь. Рассказывали, где находится информационный стенд, приглашали на голосование и показывали, куда потом опустить бюллетень. Мы помогаем людям найти свой участок, пойти проголосовать. А вообще, вот что для вас значит выборы? Понятно, что вам еще не время голосовать, но в целом, как вы к этому относитесь? Мы относимся к этому положительно. Каждый должен делать свой выбор. Мы должны выбрать свое будущее. Я тоже соглашусь с Сашей. Мне кажется, что каждый должен проголосовать. От этого зависит наше будущее. Чего на этих выборах зафиксировано не было, так это сообщение о нарушениях. Член общественной палаты, куратор Орехово-Зуевского округа общественной палаты Московской области Дмитрий Боборов отозвался о ходе голосования положительно. Уровень подготовки высокий. Очень порадовался, что есть музыка, есть веселительные мероприятия у ДК для детей и взрослых. Песни поют, пляшут. То есть, в принципе, подготовка очень хорошая. Народ идет активно. Самое главное, все улыбаются. Без негатива люди идут. Поэтому мне кажется, что уровень подготовки виден на лице у избирателей. И я думаю, что уровень очень хороший. Подготовки мне, по крайней мере, понравилось. А из того, что я проехал, это как бы лучшие участки из тех городов, которые я сейчас проехал. Избирательный округ номер 5, находящийся в лицее, посетили депутат Госдумы Валентина Кабанова и депутат Московской областной думы Вячеслав Фомичев. Они пообщались с главой города, представителями депутатского корпуса, членами и председателями участковой избирательной комиссии, наблюдателями, местными жителями. Мои первые выборы были очень давно. Когда я была совсем молодой, меня избирали депутатом городского совета. Это было тоже очень ответственно. Почему? Потому что впервые в городе Серпухове доверили такое, чтобы представлять молодежь в городском совете. Представьте, вот вы молодые люди, я обращаюсь к электрогорцам, молодым людям. Мне хочется сказать, конечно, была ответственность большая. Ну, а сегодня, сегодня вообще событие такое, что я считаю, что, ну, просто грандиозное. Потому что выборы президента России – это выборы будущего нашей страны. И поэтому сегодня тоже не менее ответственное. Каким мы хотим видеть свое будущее? Каким хотим видеть будущее своих детей и внуков? Не случайно я сегодня приехала с внучкой сюда, чтобы тоже показать, как у наших городах Подмосковья относятся к исполнению своего гражданского долга наши жители, наши избиратели. И мне очень приятно видеть сегодня очень много людей, которые точно так же приходят со своими детьми, с внуками на выборы. Я уверена, что электрогорцы будут активны на выборах, придут исполнить свой долг и выберут президента, и выберут будущее России. Поэтому пожелаю вам всем, мои уважаемые электрогорцы, сегодня активности, добра, счастья, благополучия. Ну, а в будущем, чтобы как можно быстрее исполнилось то, что вы сегодня загадали, придя на выборы и опустив свой бюллетень. Я люблю очень Россию, Российскую Федерацию, и вижу ее очень сильной, которая защищает слабые государства, страны и всегда стоит на защите правды, справедливости. И, конечно, забота о своих жителях – это прежде всего именно государство, нашего председателя правительства, президента Российской Федерации, нашего губернатора, всего депутатского корпуса. Мы делаем все возможное и вместе все, чтобы нашим людям было лучше жить. Выборы состоялись. Президент избран. По данным председателя территориальной избирательной комиссии, число электрогорцев, принявших участие в голосовании, составило 75,84%. Это 13 293 человека. Большинство голосов избирателей было отдано за Владимира Путина. Это 79,92% от общего количества голосов.